Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на своём канале. И сегодня у меня будет, скорее всего, не рецепт, а просто полезные советы. Эти советы больше для обладателей хлебопечек, либо тот, кто хочет приобрести эту вещь. И сегодня я покажу вам, как делать пельменное тесто. Это очень просто. Формула такова. Один стакан жидкости, три стакана муки и одна чайная ложка соли. Итак, кладём чайную ложку соли, наливаем жидкость, размешиваем. И эту жидкость мы выливаем в нашу хлебопечку и добавляем туда три стакана муки. Либо, если вы хотите сделать тесто с яйцом и с добавлением масла растительного, то отливаем немножко, потому как яйцо это тоже жидкость. То есть у вас должен быть стакан. Я в этот раз не доливаю масло, но обычно я оставляю где-то на полсантиметра и доливаю его. Заливаем нашу воду с яйцом в чашу хлебопечки. Здесь же, если вы помните, уже положена соль. И теперь отмеряем три стакана муки. Вот так вот. Закрываем крышку и ставим режим тесто. Это у нас будет девяточка. Я использую хлебопечку Остер. Девяточка. На табло вы увидите час и тридцать минут, но это для дрожжевого. А для нашего потребуется всего тридцать минут. То есть старт. Оно начинает работать. И через тридцать минут вы достаете пельменное тесто. За это время вы подготавливаете фарш и все, что вы будете готовить. Прошло ровно полчаса. И мы вытаскиваем наше тесто. Вот смотрите, какой комочек получился. Вымешано идеально. Очень гладкое и хорошее тесто. Работать с ним будет полное удовольствие. Моя мама всегда проверяла вымес, разрезая тесто. Вот посмотрите, насколько оно получилось внутри гладкое. Даже без каких-то пупырышек или пространств. Оно совершенно гладкое. То есть оно не будет разлазиться. Оно будет прекрасно вариться или готовиться. Ну вот и все, дорогие друзья. Это мой вам небольшой совет. А вам всем спасибо за просмотр. Всего вам доброго. Приходите еще. Подписывайтесь. Ставьте лайки или дизлайки, если не понравилось. До свидания.